Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал TechUnion и сегодня у нас на обзоре вот такое интересное устройство от компании Moza, новый очередной стабилизатор, называется он Mini MX. И вы можете сказать, что на канале слишком много обзоров мобильных стабилизаторов, но ребята отправляют и хотя бы коротенькое видео стоит про них сделать, хотя бы рассказать, чтобы вы понимали, что такое существует. В комплекте у нас есть мешочек для транспортировки, у нас есть сам стабилизатор и штатив. Сейчас пошла мода на компактные стабилизаторы, чтобы они вот так вот красивенько складывались, поэтому всегда очень интересный челлендж разобраться, как они раскладываются. Здесь немножко все попроще, чем мы видели в предыдущих моделях, только не от Moza, а от Zhiyuna, по-моему. Но, в общем-то, вы можете все это дело разложить. И что самое интересное, штатив у вас крепится не вниз, а вот здесь вот под мотором, что уже интересно. То есть, вы так можете держать стабилизатор, прям как у Zhiyuna выбил Labo. Все оси блокируются, поэтому транспортировка будет без проблем. Ну и, что самое главное, что первое нужно проверять при работе, скажем, с мобильными стабилизаторами, это как работает широкоугольная камера, потому что сейчас почти на всех смартфонах новых уже делают широкоугольные камеры. Естественно, появляется проблема в том, что мотор у нас попадает в кадр. Это не всегда хорошо. Давайте включим стабилизатор. И, в принципе, я сразу же могу открыть широкоугольную камеру. И, в принципе, вот я могу снять все, что происходит сзади, снять все, что происходит спереди. И вы видите, что мотор у нас никаким образом в кадр не попадает. Это хорошо. Работает, естественно, стабилизатор с фирменным приложением, которое вы сможете скачать, а сканировав QR-код на боковой грани коробки. По управлению здесь у нас имеются две клавиши, которые отвечают за зум. Опять же, работает он только в приложении. Имеется джойстик, с помощью которого вы можете перемещать ваш телефон. Причем это может быть, как, например, вот я сейчас могу управлять ротейшином. Или, например, если вы выберете другой режим, вы будете управлять уже положением вашего стабилизатора. Ну и, естественно, куда без функции отслеживания. Здесь, естественно, есть трекинг. То есть вы можете сами себя снимать. Просто поставили стаб, выделили объект и далее просто стаб будет крутиться за вашими движениями. Это очень удобно. Например, если вы не хотите сами панорамировать, просто выделяете и он сам крутится. Очень прикольно работает, да и со стороны выглядит прикольно. Но эта функция уже давным-давно доступна и в мобильных, и уже даже в больших стабилизаторах. Поэтому на этом останавливаться не будем. По зарядке здесь у нас Type-C. Он также идет в комплекте. Имеется курок, который у нас может выравнивать по двойному касанию нашу камеру. Ну и, в принципе, самое главное это, наверное, стабилизация. Давайте сейчас пройдемся, посмотрим, как он стабилизирует. Несколько кадров подснимем. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Ну а после того, как вы посмотрите примеры, напишите в комментариях, как вам стабилизация и на какую еще технику делать обзоры на нашем канале. С вами был Даня, канал Tech Union. Обязательно подписывайтесь и оценивайте данный ролик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok